Газеты «Эврика» Действительно, этот номер уже, наверное, часть читателей приобрели. Кто-то купил в магазинах, в супермаркетах, где есть наши газеты. И обратили внимание на материал на первой полосе, который касается авиакатастрофы, буквально всколыхнувшей всех людей. И не только жителей России, хотя это произошло там, но и, наверное, независимо от страны. Потому что я видела десятки комментариев из разных стран в социальных сетях. И они по всей планете сочувствуют родственникам погибших людей. Потому что действительно эти 71 жизни, которые внезапно и просто без всяких видимых причин в этой аварии произошедших. Вот. Конечно, жаль сейчас каждого человека. И за каждым стоит судьба, его семья, его близкие люди. И когда мы видим людей, которые жили рядом с нами, то это трогает еще сильнее. Причем трое из погибших, как я понимаю, это уроженцы Казахстана. Да, кто-то в Южно-Казахстанской области родился. Ну, конечно, история молодого парня, который вырос у нас в городе, Актюбинский парень, закончивший школу. Сейчас даже никто из его одноклассников не может давать интервью, потому что это пересказать невозможно словами свое состояние. И, тем не менее, журналистам удалось поговорить с классным руководителем Евгения Ильинова, который закончил университет и успешно работал в Санкт-Петербурге, и там доучивался еще. То есть, ну, карьера открывалась просто блестящая перед молодым человеком, и вдруг вот такая ситуация. Ну, что делать, судьба такова. И кто сейчас только ничего не пишет на эту тему. Материал о нашем бывшем директоре футбольного клуба Актюбе, я тоже думаю, привлечет внимание не только любителей футбола, потому что история нашумевшая, история, которая очень долго продолжалась. Это было связано с судебными процессами и перед этим длинным-длинным расследованием. И когда сроки были даны такие большие, для всех это был шок. Я уж не говорю про участников этих процессов, обвиняемых, но это буквально для всех был шок. Потому что 7 лет лишения свободы, или там 3 года лишения свободы, которые получил бывший экс-руководитель управления спорта. Конечно, это наказание очень жесткое, и когда сейчас выясняется, что, оказывается, они вовсе закон не нарушали, то возникает много всяких вопросов, на которые тоже ответ еще предстоит дать. Обращаю ваше внимание на заметку «Сделай селфи, поздравь маму» на 4-й полосе. 8 марта не за горами, и газета сейчас проводит конкурс очень активно в социальных сетях. На страницах пока мы не видим всех портретов, но в социальных сетях я уже видела около 30 фотографий мам и объяснений мамам любви, что наши мамы самые лучшие, самые красивые. И сейчас есть такая возможность мамам прочитать о себе приятные слова, сфотографироваться со своей семьей, со своими детьми. Размещайте эти фотографии, адрес есть, ссылка в газете, заходите в Инстаграм, и на странице газеты «Эврика» будут все ваши фотографии. Ну, а потом часть фотографий еще будет опубликована перед женским праздником. «Свет надежды» — так называется материал о маленьком-маленьком мальчике. О нем действительно мы пишем уже не первый раз, и это тоже очень волнующая тема, потому что ребенок, которому полтора года, и который буквально с рождения был обречен на нищенское существование, потому что он оказался не нужен своей матери. И хотя сейчас она, когда журналисты к ней обращаются, она что-то там требует, она устанавливает свои правила, она не хочет разговаривать и что-то даже не дает публиковать, но, тем не менее, ребенок находится не в семье, он находится в приюте, и заботятся о нем совершенно чужие люди, которым, казалось бы, нет дела до его судьбы, а на самом деле им-то как раз больше всего дела. И алматинские врачи сейчас сделали первую операцию этому мальчику, возможно, он будет видеть, и это, конечно, радует, дай бог, чтобы все сложилось удачно. Мы в прошлом году, вот добавить к этой теме, вот что могу, информацию, в прошлом году мы как раз снимали эту женщину, которая вот так вот пыталась вылечить своего ребенка, вот, ну, не знаю, стоит ли говорить в этой, в эфире, но она пыталась глаза ему протирать уриной. То есть здесь просто какой-то жидкостью капало в глаза, но полицейские сказали об этом, и она согласилась, она считала, что на тот момент это правильно, и кто-то посоветовал. Вот, да, ведет она аморальный образ жизни, и там ситуация очень сложная, и вообще стоит как бы обратить на это внимание, что там и другие дети тоже есть. Ну, ее лишили родительских прав, кажется, в отношении одного или двух детей. Кому-то дети совершенно не нужны в семье, а кто-то беспокоится буквально о каждом шаге своего ребенка, о каждом действии в отношении своего ребенка. Большинство родителей, конечно, очень болезненно относятся к тому, в каких условиях дети находятся в детских садах, в дошкольных учреждениях, в центрах всевозможных обучающих. И вот сейчас эта тема, она уже тоже муссируется не первую неделю, что будет, когда детские сады все отдадут в руки частников. То есть государство развивает систему государственно-частного партнерства, и хочет, чтобы частный бизнес активно на государственные деньги продвигал какие-то социальные программы. Одна из таких программ – это дошкольное воспитание детей, но родители к этому относятся, ну, мягко говоря, скептически. На самом деле у родителей твердое убеждение, что в частных садиках хуже учат, хуже кормят, хуже содержат, чем государственные. Возможно, даже меньше платят самим воспитателям. И частные, ну, опять же, да, эта тема была поднята при отчете Акима города, перед населением города. И тема была поднята одной из журналисток, тем не менее, ну, как бы, еще и мать двоих детей, которые как раз-таки в садике сейчас находятся. И вот этот садик вроде планируют передать в частные руки. Я понимаю, что на самом деле опасаться есть за что, потому что всегда какая-то массовая тенденция, вот как передача что-то в частные руки, как помните, в начале 90-х. Какие-то всегда проблемы из-за этого случаются. Не может все пройти гладко, особенно из-за этого. Так что, ну, не хотелось бы, конечно, но, скорее всего, нам придется не раз еще об этом поговорить. Но, тем не менее, главный вопрос что? Главный вопрос это контроль. И недавно у нас в эфире была руководитель управления по охране общественного здоровья, и она говорила, что жалуйтесь, жалуйтесь письменно, не надо писать возмущения в социальных сетях. Пишите ваши жалобы в официальной инстанции. Мне кажется, нужно как раз таки и в социальных сетях, и в официальной инстанции. Наши официальные инстанции не очень любят, когда публикуют какие-то сведения, да, критические в их отношении. Поэтому они просто боятся за свое место. А я думаю, вот нужно как раз таки вот такие проблемы и выносить на суд народа, на суд людей, чтобы люди знали, где эти проблемы и что их нужно исправлять. Возможно. Материалы, в которых тоже вы узнаете немало нового, что касается утилизации старых автомобилей. Вот в этом материал лучше ласточка в руке, чем дорогой журавль из салона. Как наше правительство поддерживает отечественный автопром, и почему выгоднее сейчас сдать старую машину и купить новую, но казахстанского производства, вот вы подробно прочитайте в этом материале. Ну и второй материал здесь же на развороте. Кто подделок боится, тот по магазинам не ходит. Он как раз таки касается жалоб, контрольных закупок, проверок. И вот здесь опять-таки эта тема всплывает, что если нет жалобы от конкретного лица, то ни по какому там возмущению в социальной сети никакой проверяющий в магазин не пойдет. Майнинг «Чудес в стране дураков» – ну вот такое забавное название. Тем не менее, тема очень серьезная, в которой еще, я думаю, далеко не все разобрались. Это что такое майнинг, что такое криптовалюта. Почему сейчас всех убеждают, что надо покупать криптовалюту и живые реальные тенге и доллары вкладывать вот в эти виртуальные деньги, которые росли-росли, а потом вдруг начали падать. И что с ними будет дальше? Оказывается, кто-то уже расплачивается за услуги гостиницы, автомоек этими криптоденьгами, а кто-то говорит, что это нарисованные деньги, которые вам абсолютно ничего не принесут. Вот тоже тема, которая очень долго, я думаю, будет еще расти и развиваться. Ну, сегодня день влюбленных, и, конечно, газета не могла обойти эту тему. Также в социальных сетях была объявлена акция. Газета предложила октябинцам поздравить своих любимых, не обязательно супружескую пару или влюбленных, но можно было поздравить и друзей, и коллег, и кого-то из родных. То есть вы могли объясниться им в любви, почему вам эти люди нравятся, почему они вам близки. И вот часть таких обращений сегодня в газете опубликована, так что можете вот даже найти своих знакомых среди них. О премьерах мы говорим не часто в газетах, но тем не менее вот премьера, я думаю, нашумевшая премьера «Ревизора», казахская труппа нашего драматического театра поставила этот спектакль. Это очень редкий случай, когда русская классика в переводе ставится, и сейчас, говорят, даже свободных мест нет, то есть уже несколько дней идет премьера, и всем интересно, что же там за «Ревизор» и какой он современный. Так что, ну и о спорте покажу буквально только, что вот у нас здесь на последней странице, вот посмотрите, здесь есть таблица матчей клубов Казахстана в выступлениях в премьер-лиге. Так что вот сохраните и будете наблюдать за результатами. Спасибо большое, до встречи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин